И, в общем-то, к всему вот этому Абсолют Роли Плей в таком, знаете, авторском посте он написал Аризон РП, почему ты не можешь так сделать. Сам факт в том, что Абсолют Роли Плей в очередной раз у кого-то другого может всё это взять и человек молчит. Они уже давно сотрудничают с какими-то более-менее нормальными проектами, которые положительно себя зарекомендовали. Поэтому... Знаете, в чём парадокс? Люди вспоминают про авторские права только в том случае, когда они им выгодны. Так же, как случилось сейчас с Абсолют Роли Плей, как случилось в очередной раз, можно сказать, с Абсолют Роли Плей. Вернее, случилось не совсем с Абсолютом, сколько с Аризоной, потому что Аризона РП в очередной раз украла у Абсолют РП какие-то там плагины, скрипты и вот все прочие вещи. Может быть, даже изнасиловали чью-то патчрицу они, вот все чуваки с Аризона РП. По-другому я всё это объяснить не могу. Почему постоянно они находятся в центре вот всего этого Абсолют Роли Плей. Ну, вам самим-то не надоело. Я понимаю, что в данный момент я звучу как про Лёв, но, понимаете, одно дело, когда ты за какие-то такие фундаментальные вещи подтягиваешь человека, а другое дело, когда просто ты такой типа, ой, знаете, вот я разработал свой какой-то аддон, им никто не пользуется, он нафиг никому не нужен. Но вот Аризона РП взяла, Аризона РП, вот это у нас вроде топ-1 проект в GTA Sampi, так что, ну, будьте добры, надо бы, знаете, там вернуть, надо бы сделать вот эти вот все прочие вещи. Поэтому, пожалуйста, возвращайте, пожалуйста, там вот это вот всё делайте. Я различаю понятие авторских прав. Я вообще считаю, что авторских прав не должно существовать. Они в целом не существуют. Они есть только для каких-то определённых людей. Ну, разумеется, мы же живём в капиталистическом обществе. И давайте сейчас поподробнее ко всем этим новостям, к новостному посту и, в общем-то, ко всему вот этому Абсолют Роли Плей. В данном ролике я не буду упоминать ботов, там вот то, что Абсолют Роли Плей, то Абсолют Роли Плей это. Таких роликов на моём канале, их уже очень много. Если вы заходите, вы сможете сами со всем этим ознакомиться и всё это в полной мере понять. Разумеется, если вам всё это будет нужно. Если вам всё это не будет нужно, то как бы, извините, моя хата с краю, там ничего не знаю, ну, сами понимаете. Абсолют Роли Плей. Вновь обвинили Аризона Роли Плей. Блин, вот злобен. Как ты пишешь все эти свои посты? Ну, а тут у тебя Абсолют Роли Плей. Полностью написано, напиши ты Аризона РП или там Аризона Геймс или вот даже Абсолют Роли Плей в таком, знаете, авторском посте он написал Аризона РП. Почему ты не можешь так сделать? Ладно, обвинили в краже файлов. В этот раз плагины, которые позволяют устанавливать моды за графикой. И сейчас читаем пост самого вот этого официального Абсолют Роли Плей, там, я не знаю, паблика, сервака, прочих вещей. Вот, давайте почитаем. Аризона РП в очередной раз своровала наши файлы, точка. На этот раз самп график реистория точка оси, который позволяет ставить моды с графикой и является частью самп аддон. При этом они добавили в файл свой сертификат. Проверить вы это сами можете, включив их лаунчер. Прежде чем играть там, подумай. Хочешь ли ты играть на проекте, ворующем файлы конкурентов? Ворующий файл или ворующий. Но это не важно. Сам факт в том, что Абсолют Роли Плей в очередной раз сделали говно. Вот знаете, в целом на воровство мне похуй. То есть вообще пусть воруют, пусть пиздят там на улице, пусть вот это вот все прочее делают. Но если своровали у меня, да вы что? Да знаете, я всем об этом расскажу. Я все сделаю. То есть так-то мне на людей похуй, которых там, знаете, обворуют. Все прочее с ними делают. То, что Аризона РП там, допустим, у кого-то другого может все это взять и человек молчит. Нам похуй. Но когда вы взяли наши, и вроде как даже уже удалили, и вроде как даже уже все нормально, все хорошо, конфликт улажен, хотя никакого конфликта по сути нету. Вы знаете. А вы у нас украли сам по графику, история, точка оси, точка экзе, hdmi, dvi, провод, дисплей, порт, зайти туда, выйти оттуда, точка кфг. Как бы вы сами понимаете, чуваки, это наш авторский скрипт, который мы сами сделали. Поэтому, ну, возвращаете, поэтому делаете все прочие вещи. Я просто офигеваю с Абсолют Ролеплей, понимаете, в чем дело? Проект прям вот, он в последнее время, мне вот рассказывали, что он в последнее время вроде как начал закупать ютуберов. И знаете, кого он закупил? Трипион Варда. Накрутчика, блядь. В последнее время-то он снял 2-3 ролика, все поняли, что он, блядь, накручивает все просмотры. Выгнали его нахуй оттуда. Сам факт в том, что Абсолют Ролеплей ничего не понимает про GTA Sam, берет людей к себе на работу, ну, там, знаете, формально на работу, которые, по сути, вот, занимаются таким говном и им вообще насрать на все это. Потому что другие, нормальные люди, они уже давно сотрудничаются с какими-то более-менее нормальными проектами, которые положительно себя зарекомендовали. Поэтому Абсолют Ролеплей, он, знаете, он как 1xbet ютится и таких каких-то одиночных чуваков выцепляет и вот это вот все делает там. Но, в целом, как бы вы сами должны понимать, что файлы, они общедоступны. Даже в комментарии многие там вот это вот все делают. То есть, сам график ресторе, он есть с 2018 года на Бластхаке. Понимаете, в чем дело? Он выложен в открытый доступ, вы сами можете зайти, сами можете все это проверить, сами можете все это посмотреть. Но, нет, Абсолют Ролеплей, это файл наш, мы его запатентовали, мы его сами сделаем. Мы сами, у нас программист, скриптер, разработчик, они 2 года сидели на энергетиках, адреналин раш, писали все это. А вы сделали нечто подобное, вы у нас украли, вы просто, вы твари, вы мрази, вы как Джокер из темного рыцаря. Вот вы так же, как Джокер грабил банки, только вы грабите скрипты людей, которые находятся в открытом доступе на Бластхаке. С 2018 года вы нас грабите, это конфликт, мы нарываемся. Да, мы и наш набор ноликов-единичек, вот этих вот всех на Абсолют Ролеплей. Да, есть там реальные люди, человек 100-150, может быть, около того. Я говорил, что я не буду говорить про ботов, но просто вы настолько твари, вы настолько просто мрази конченные. Вот, знаете, в целом там не похуй, да, там, когда там авторские права нарушаются, когда у людей воруют, когда там вот это все прочее делают, мне похуй. Но если своровали у меня, и даже не доказано, что своровали у тебя, то нет. Да вы что, я буду пользоваться своим правом рассказывать о том, что своровали у меня. Я буду этим пользоваться, я Абсолют Ролеплей, тем более, это все делается анонимно. По-моему, насколько я могу знать, опять же, я не заходил в материнскую группу, вот это вот все Абсолют Ролеплей, чтобы посмотреть первоисточник, но я более чем уверен, 99,9%, что там не отмечен человек, с которым можно связаться под этим постом. И я просто, я не знаю, как на все это реагировать, что вообще со всем этим делать. Абсолют Ролеплей в очередной раз пытаются там как-то вот сделать весь этот конфликт, без проблем, делайте. Но не по такому говну, не по такому, просто не по такой хуйне максимальной, чуваки, я вас прошу, я вас умоляю. Это выглядит смешно и очень стыдно, пожалуйста, я вас умоляю, я вас прошу, не делайте так, потому что, ну, мне стыдно, мне за вас стыдно. Как знаете, как Брулеву было стыдно, вот я вам просто могу сказать, не позоритесь, и все, это все, что я вам могу сказать. То есть, больше ничего я вам не могу сказать, все, не позоритесь, ну, сами понимаете, ну, то есть, все. Всем спасибо за просмотры данного видеоролика. Я играл, я снимал, я рассказывал про Аризону РП и про Абсолют Ролеплей. Разница только в том, что айпишник на Аризону РП, а также мой никнейм, а также мой промокод в описании я оставлю. А вот айпи на Абсолют Ролеплей, на, там, знаете, никнейм на Абсолют Ролеплей или там промокод на Абсолют Ролеплей я не оставлю. Покупайте дальше ютуберов по типу Трипион Варда и живите в говне Абсолют Ролеплей, потому что настолько жалких людей у руля основателей проектов я еще не видел, чуваки, в самом деле. Мне безумно стыдно, мне безумно вас жалко, что Абсолют Ролеплей настолько уже никому не нужен, что приходится как-то вот таким образом напоминать о себе. Всем спасибо за то, что посмотрели видеоролик, новый выйдет завтра в 20.00, либо немного попозже, либо немного пораньше. Всем спасибо, всем пока и всем, разумеется, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok